Мур, привет, друг! Это Зверько и передача Разрушители мифов. Очень оригинально, правда? Есть такой распространенный миф, что крылья королевы апокалипсиса срезают чистый урон. Ну, конечно, нет даже мысли погуглить разбор предмета, который я делал 30 апреля 2018 года. Ну, давай посмотрим сейчас. В испытаниях будет участвовать Хуфра. Возьмем ему только крылья и пойдем под башню. Физическая защита и маг-резист остались на своих значениях 66 и 33. Теперь докопаемся до моба. Моб выбивает 120 физическим уроном, а после активации снижается урон до 60. Значит, как и описано, крылья срезали 50% урона на несколько секунд. А Кейси? Идем к лорду на разговор. Лорд как выбивал 276, так и продолжает выбивать после активации. Что странно, если бы крылья добавляли настоящую броню, то и лорда урон снижался бы. Я недавно показывал, что с ростом брони снижается урон лорда, и патч еще не выходил. Кот не выходил же, нет? Нет. Теперь с живым противником. Кэри накидывает только автоатакой. И вот когда срабатывают крылья, физический урон уменьшается, а чистый остается таким, каким и был. Миф разрушен. Что же делать? Для увеличения выживаемости от чистого урона, по сути, основной выход – это набивать количество хп, в том числе щиты. Но если чистый урон будет учитывать твои максимальные хп или потерянные хп, как, например, пассивка Карины, то особо этот способ не поможет. Часто крылья апокалипсиса берут в конце сборки на танки, чтобы пережить влетающий урон, а также те, кто рассчитывают на вампирик. К слову, вампирики. Случаи жизни. В противниках Алиса, Клауд и еще трое тоже играющих через вампирик, но не так критично. Пишу в чат – купите антихил, сам-то я уже купил, но он у меня работал в соло цель. Мне вот это – ты что, дебил, ору. Тут я смекаю, да это же живущие по принципу и так сойдет. Зачем нам думать? Захожу посмотреть статистику – да, у обоих ниже 50% винрейта. Впрочем, бой мы все равно выиграли. Ну а если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok